На очередную 50-ю сессию Госсобрания Мордовии депутаты прибыли облаченными в маске и перчатке. Владимир Чебиркин предупредил парламентариев, чтобы коронавирус не прошел в стены Госсобрания, голосовать стоит не электронным способом, а проверенным. В случае согласия поднимать вверх красное удостоверение депутата. Так и поступили. Первым делом депутаты слушают новости от Минфина. Я бы хотел коротко остановиться на итогах исполнения доходной части республиканского бюджета за 10, уже можно сказать, практически 10 месяцев текущего года. На сегодняшний день мы собрали 20 миллиардов собственных доходов и запланировали 27 миллиардов. У молодого министра финансов остается два месяца на то, чтобы как-то выжить из трухлявой региональной экономики еще 7 миллиардов налоговых доходов. Затем депутаты приступили к самой несложной и самой приятной части своих обязанностей. Начали делить деньги, которые пришли из федерального бюджета. Медикам за борьбу с коронавирусом, пособия безработным, детские выплаты и школьные обеды родителям. Плюс 93 миллиона рублей на проект «Безопасные и качественные автодороги». Объем доходов в 2020 году уменьшается на 728 миллионов рублей в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета. Депутаты госсобрания отменили налоговые льготы для производителей цемента в Мордовии. По подсчетам Минфина это даст дополнительно 183 миллиона рублей ежегодно. Депутаты посоветовали также Минфину подробнее изучить налоговые льготы других компаний. Тарифы на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам депутаты решили отдать на откуп самим муниципалитетам. А еще перераспределили доходы от административных штрафов и платы за вред природе и пользование водой. Раньше деньги уходили в республиканскую казну с нового года, пойдут в районные бюджеты. По некоторым муниципалитетам достаточно увеличиваются доходы, такие как платы за негативные воздействия на окружающую среду. Это Саранск, Лямберский район, Чамзинка. То по некоторым недостаточно большие будут поступления, так как оплата там невелика. Механизм специальных инвестиционных контрактов представил на сессии Минпром. Ведомство предложило внести изменения в закон о промышленной политике. Организации, развивающие современные технологии, получат статус участника спецконтракта и освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество. Выпадающих бюджетных доходов не будет, так как это все рассчитано на вновь создаваемое производство. Наоборот, Минпром уверен, что бонусом бюджет получит новые поступления от НДФЛ. Юлия Парунова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Юлия Парунова, Андрей Просвиркин. Юлия Парунова, Андрей Просвиркин.